Добрый вечер Какая разница? Так нельзя говорить, мы еще пока не президенты Добрый вечер, как мы и обещали, у нас прямой эфир Люди задают вопросы, мы их записали, мы будем их озвучивать и будем стараться на них отвечать Скажем так, предвыборная гонка вступила уже в такую стадию, что последняя неделя идет отчет крайней недели перед местными выборами Сейчас уже люди определяются, мы даже пытались сделать социальный срез, небольшой обзвон по людям Кто-то приветствует это, кто-то нет Мы это делаем Я думаю, что не всегда ответы те, которые в принципе ожидаемы Поэтому выборы и есть выборами Люди готовы Самое главное, что все говорят, что они пойдут на выборы и будут участвовать в выборах Это самое главное Самое страшное, когда люди безразлично относятся к своей жизни И в принципе они, скажем так, инфантильны Я думаю, что на этих местных выборах мы покажем, что люди перестают быть в состоянии анабиоза, спячки И будут интересоваться и своей жизнью Проявлять активность И проявлять активность Мы смотрим, люди как бы подключаются То есть поэтому Скажем так Давайте Давайте Мы тогда озвучим те вопросы, которые были И мы можем так В беседе В беседе Смотреть, какие будут вопросы Да То есть мы уже второй раз снимаемся Скажем так Опыта все равно мало Опыта мало, но мы самосовершенствуемся Магия камеры, она же такие присутствует Поэтому немножко То есть эфир будет ограниченное количество времени Не 30 минут Хозяин помещения сказал не говорить почему Поэтому я говорю, что в 8 часов он закончится Если у кого-то по ходу будут какие-то замечания и вопросы Старайтесь их задать Мы постараемся на них ответить Если не сейчас, то я надеюсь, что будут еще Будут еще Пока вопросов нету Да То есть вот первый вопрос Есть прекрасный человек Это фельдшер из Капитанки Он сказал, что я могу озвучить его фамилию и имя Это Виталий Пенсак Я прочитаю, что задает Виталий Пытания по медичной сфере Уси фами и медицинские пункты Подпорядковались районной лекарне Но зарплатную отримали частково от района Сейчас раз частково от района Теперь, когда мы ОТГ, слава Богу Кому ФАП на вашу думку повинен подпорядковаться в Голованской лекарне или Побузькой Буду вдячный за вашу думку Бо ясности от многих кандидатов по этому вопросу нет Хочется выслухать всех Не спрямайте, как провокацию Я не спрямаюсь, как провокацию Я рад, что есть такой человечек в Капитанке Который, в принципе, помогает людям Несет определенные светлые Он молодец Скажем так У меня другого ответа нет Мы боремся за то, чтобы Побужскую больницу открутить от Голованского И у нас это потихонечку получается Несмотря на сложности Самая большая сложность, что люди говорят в лицо одно Делают другое, а думают третье То есть люди любят красиво фотографироваться Едут и там рассказывают не словом, а делу А сами договариваются после фотографий Как бы притомозить эти процессы То есть есть вот такие у нас и районные депутаты И это самое То есть у них самая большая задача была Чтобы протянуть все до конца катенции этой районной рады Чтобы не... Когда это было все под контролем И президента, и губернатора Все это можно было сделать быстро и в ручном режиме Этого не произошло К большому сожалению То есть Ну мы все равно будем бороться Ну скажем так Ну какой Голованец, какие ФАПы Если мы отдельно АТГ И естественно мы будем бороться за то, что... Процесс уже идет Процесс идет, да То есть вы в курсе, не в курсе То есть создана уже это не коммертивная коммунальная предприемция Побучка... Нет, побучка целочная, наверное, все-таки лекарня И идут эти процессы То есть уже поданы, насколько я знаю, документы На конкурс На головного... Ну на директора предприятия То есть не знаю, активность люди проявляют или нет Ну будем надеяться, что выиграет тот, кто сможет вдохнуть жизнь в это предприятие А здесь уже сколько претендентов? Да вот в том-то и дело, что... Пока один Я не могу сказать Я как голова этой комиссии Конкурсной А мы не имеем права даже этого делать То есть это закрытые конверты, по идее Ну скажем так Насколько я знаю Еще пока конвертиков не пришло Так, у нас 40 человек нас смотрят Поэтому я думаю, что мы все-таки востребованы на рынке информационных услуг То есть, Виталий Мы за то, чтобы побужская АТГ содержала как и побужскую больницу помогала Потому что сейчас действительно все сложно То есть, с 1 января, если не лицензирована, не сертифицирована, не подключена к системе e-health Больница, она в принципе будет обречена То есть, как раз вот мы начинаем заниматься И чтобы 2 месяца вот этих не прошли даром и дуром Мы начали этот процесс немножечко быстрее То есть, я вот начал писать бумаги 28 августа Ну, там, сейчас, я не знаю Вполне возможно, что завтра скажут, что еще кто-то раньше написал По поводу этих бумаг, которые пришли из областного Да, то есть, я выставил это в фейсбук Люди имеют возможность ознакомиться Ну, скажем так, там перечислены какие этапы мы должны пройти Для того, чтобы побужская больница была, скажем так, самостоятельным и живым организмом Самодостаточным Ну, идет большая борьба именно за деньги То есть, к сожалению, вот средства, это бюджетное пополнение Это или оно есть, или его нет То есть, ну вот с нового года, скорее всего, что Именно бюджетных субвенций не будет То есть, что заработали, то и ваши, скажем так То есть, мы не успели попробовать сладкой жизни Когда просто деньги распределялись сверху Ну, допустим, они доходили в район В область, в район То есть, люди просто их прожигали Ну, в принципе, как при советской власти То есть, чем больше капиталоемкость Тем было, в принципе, лучше Так это еще по поводу больницы, или это ты в общем? Нет, ну, это по поводу больницы, да Это по поводу больницы То есть, будем зарабатывать И, в принципе, громада просто возьмет на себя Какие-то, ну, обязательства По содержанию АФАПы Ну, по содержанию нашей лекарни АФАПы, это, я считаю, что это просто подразделение Нашей больницы Да, то есть, они не могут существовать автономно То есть, естественно, не будут предполитковываться нашей лекарни То есть, я надеюсь, что мы ответили Как-то, если нет, то, я думаю, Виталий нас поправит Как бы Дополнительные вопросы Да, он потом будет дополнять Так, вопрос номер два От Натальи Крегу У меня вопрос по поводу бездомных собак Как с ними бороться? Может, какой-то приют? У нас во дворе за две недели Трое взрослых и одного ребенка покусали Ну, скажем так Есть группа неравнодушных граждан Которые уже занимаются этой проблемой И вот надо с ними тесный контакт Получить от них уже какие-то наработки, я считаю Благодарствования У них видение, как решить эту проблему И каким образом можно как-то выработать алгоритм Алгоритм решения этой проблемы, я так думаю Ну, скажем так Да, вот я вот где-то читал, что в Европе Людям даже доплачивают, если они берут этого Собачок Да, бездомную собачонку И то есть Они не должны задумываться о том Сколько это Корма на нее По-моему, 200 долларов в Польше платят за собаку К сожалению, большому Мы пошли не по пути в Польше И мы не настолько богата Ну, как бы, наша краина Но я думаю, что Можно находить какие-то это самое Ну, то есть Ну, просто Просто убивать этих собак Ну, я считаю Это жестко Это уже Встаешь в одну В один ряд с док-хантерами Скорее всего, что надо их Стерилизовать Так и продолжать Помогать в этой деятельности По стерилизации Да Если можно Да, если можно их куда-то пристраивать То, конечно Ну, желательно, конечно Пристраивать, чтобы они находили Вполне возможно Им было бы Ну, где-то лучше, чем они просто бегают по улицам То есть Каждый хочет любви и заботы То есть И собака не исключение Ну, то есть Как-то так То есть Есть люди Ну, то есть Наталья Есть люди, которые В поселке уже достигли Каких-то успехов Именно в этом вопросе То есть И по стерилизации Ну, то есть Если вы не знаете их То мы, наверное Можем озвучить Что это Ну, Наталья Белоус Ну, кто-то еще Там Это самое И директор, по-моему Вот этого садика Ну, они А? Наталья Кубанова Да, Кубанова Да То есть Нас они Может сейчас Не совсем любят Потому что Мы не делаем теплых полов Там это самое Ну, скажем так То есть Эти люди занимаются этим Так Вопрос номер три От Натальи Ну, тоже Кривов Еще интересует вопрос Ремонта дорожного покрытия В поселке Тротуары ужасные А на проезжую часть Вообще Без слез Не взглянешь Про тротуары А это уже Когда будут дороги И не ямочный ремонт Да То есть Я хотел, конечно Задать Что Есть такое понятие Как ямочный ремонт Мы даже Как-то и прорабатывали С Андреем Ивановичем Псичкой Эти вопросы То есть Есть понятие Такое Что Битумная Эмульсия Смешанная В определенных Пропорциях С каким-то Ну Минеральной Составляющей Грубо говоря Отсевом Это и есть Холодный асфальт Ну, то есть Можно было даже Добиться Ценообразования Горячего асфальта Ну Раз люди не хотят Видеть Ямочный ремонт Значит давайте будем думать О том Как Локально Сплошным Да Улаживать По уже Имеющимся Покрытию Да Ну Скажем так Когда въезжаешь в поселок Вот этот Поворот от железнодорожной станции В принципе Приятно проезжать По асфальту Десятилетней давности То есть Кто-то сделал асфальт То есть Этот асфальт существует Тот который В принципе Выдерживает Даже десятилетнего Эксплуатацию Ну Тяжелыми грузовиками Тяжелыми грузовиками Да То есть Ну То есть Правила приемки Надо изменить То есть Вот У нас Недавно сделали асфальт Люди Сыпят асфальт Горячий Ну Горячий асфальт В грязь Люди делают им замечание Потом приезжает Как бы Человек Афилированный С этим Производителем И объясняет Что он лучше знает Что можно даже В грязь положить Ну Получается так Что Спроса нет То есть Сошел асфальт Вместе с дождем Не спроса А ответственности Ответственности нет Ну То есть Как только Изготовитель асфальта Будет давать Какие-то Гарантийные обязательства На то Что он произвел В принципе Тогда Можно Менее Даже Ругаться Из-за денег Которые Будет стоить Этот квадратный метр Этот квадратный метр Будет Отрабатывать Свою стоимость Сейчас Получается Что Можно сделать асфальт А на следующий год Опять у нас Нам опять Надо делать асфальт Ну Как бы Вот так Бег по кругу Мы не успеваем Зацепиться Я хотел Просто сказать Что есть асфальт Который В принципе Держится Гадание Дорожное покрытие Это входит В комплекс работ Связанных Реконструкцией Всей Инфраструктуры Все И это И тротуаров Касается Это И дорожное покрытие Это Соответственно И замена Бордюр Ну Тотальная Просто Замена Бордюр Должна быть Да Кто-то Неплохо Заработает Да То есть Не говорите Потом Что вы не слышали То есть Задумайтесь Над Изготовлением Бетонных Форм Ну Малых Архитектурных Этих форм По моему В поселке Были люди Которые Делали Тротуарную Плитку Соответственно Может Они Ну То есть Предпочтение Должно отдаваться Все-таки Местным Производителям То есть Это как-то И деньги Стимулировать Стимулирует Да Стимулируется Это самое То есть Конечно Можно привезти Из новой линии Из эпицентра Ну скажем так Нету Ну вот Того положительного Социального Эффекта Если это Привезено Извне Если это Можно сделать Тут на месте И Максимально Воспользоваться Услугами Если это Будет Производитель На месте А особенно Это Местные мастера Могут Эту же самую Плитку Установить На тротуары И тротуары Должны быть Все Положены Тротуары Должны быть Все Как мы видим Должны Быть уложены Тротуарной Плиткой Тотально Если мы хотим Увидеть Какие то Преобразования То это надо Делать Изменения И это самое То есть У нас Еще 12 минут Вопрос Номер Наверное Четвертый Или пятый Я не знаю Ну тоже Это Наталья Кригул Она Очень Оказалась У нее Трое детей Она задала Три вопроса И вот Третье Меня как маму Трех деток Интересует Есть ли В планах Сооружение Универсальной Детской площадки А давай я уже Скажу Про детскую площадку Это я хочу сказать Про парк Выше Дома культуры Вот уже Там как раз Вырисовывается Локация Так сказать Центр притяжения Вот для детского Досуга Там можно сделать Вот там вот И применить Те локации Которые Мы видели У одного Из Кандидатов На голову Видели Варианты Локаций Детских Площадок Там Мейеральфром Там Видно Что там Никакой разработки Именно касательно Нашего парка Нет Так как там Нет архитектурной Привязки К тому Что там Уже есть В этом парке Для Для того Чтобы Воплотить Идеи Идеи Нужно Иметь Эти идеи Не должны Собраться В некий Такой Форескиз Как бы Предварительный Эскиз Который Будет Как бы Сброшен На обсуждение Какие то Дополнения Будут И это уже На основании Вот этих Всех идей Кто у кого Какие будут Предложения Карусель Там поставить Ну карусель Если карусель Она будет требовать Охраны Да Она будет требовать Охраны Такие вот Дорогие Какие то Как это сказать Аттракционы Аттракционы Тренажеры Дорогие аттракционы Они требуют Бережного Как обеспечить Это бережное Отношение Возможно Будет необходимо Весь этот Детский парк По периметру Оградить Но Это надо было Об этом надо было Еще заранее Думать Когда ставились Фонарные Осветительные фонари Там можно было Это все Связать Вместе с этим Ограждением Как то И тогда Возможно Можно было бы И подключить Эти фонари Не воздушко Они не по воздуху Чтобы висели Эти сопли А более Как то Эстетично Приятней На тех же Ограждениях Могут быть Установлены Какие то Крепления Кольца Для того Чтобы Сейчас модные Устанавливать Цветы Как они называются Я не помню Висячие Висячие Такие Красные Розовые Очень красиво Смотрится На фоне Зеленых лужаек Красные Вкрапления Это для детей Было бы Летом Это суперский Был бы Естественно Весь парк Надо будет Разбить На клумбы На газоны Если это Карусель Вокруг карусели Естественно Твердое Покрытие Тоже Тротуарной Плитки Там Центральную Часть Возможно Наоборот Ее Сделать Тотально Тротуарной Плиткой Чтоб Это было Как Место Для Спивочи Пола Так как У нас Сцена Поедем В Сталин Я был На спивочем Поле В Сталине Вот Эту Площадку Бывшую Танцплощадку Сейчас Концертная Площадка Сверху Сделать Такой Каркасно Тентовый Навес Довольно Такий Он Долговечный Ну да И Он Такой Красочный Может быть Да Тоже Украсят Так У тебя Есть Вопросы Я тебя Сбрасывал В Мессенджер Еще У нас Есть Вопрос Там Вопрос Безопасности Как будете Решать Вопрос Безопасности Возможно Возвращение В поселок Вооруженной охраны Вероятно Это Именно Это и есть Такой путь Решения Такой Проглемы Были Попытки Решить Вопрос Безопасности Созданием Дружины Но она Я так понял Она Вообще Оказалась Ее Эффективность Ноль Им Купили Этим Ребятам Купили Форму Они Покрасовались В ней Ну Каких-то Лена Безполного Пишет Что Аттракционы Не Это Самое Какого Нерентабельные Зимой Не Простаивают Ну Все равно Детский Парк Он Все равно Детский Отвечает За Спецубежище Ну Наверное Мы Делаем Наверное Должен Закончить Да Заканчив Я Пытался Прочитать Но Вероятно Я Возвращаюсь К вопросу Безопасности Мы вернемся К тем вопросам На следующем Говори Вероятно Решением Безопасности Будет заключение Договора С какой-нибудь Охранной Тоже Структурой Охранной Фирмой И Возможно Какие-то Линцензированные Ну Естественно Чтобы у нее были Полномочия Там даже На применение Спецсредств Ну да Задержание Негодяя До подъезда Полиции Там у тебя еще Два вопроса Их надо Просто прочитать Как по вашему Это тоже В этом контексте Как по вашему Мнению Должен поставить Себя Будущий Глава УТГ В отношении Криминалитета Жить в симбиозе Дружить Но держать На расстоянии Не допуская Беспредела Душить в зародыше Ну это Из вариантов Как бы Этого